Провести выходные в Ульяновском зоопарке будет отличной идеей. Познакомиться с представителями животного мира будет интересно как детям, так и взрослым. Сегодня вот я завела много новых друзей. Например, одна из них – ослица Моли. Познакомиться удалось и со всеми юными обитателями зверинца. Маленькая лисичка Вита оказала в зоопарке случайно. Ее привезли из Ульяновской области. Судьба у детенышей лисы должна была быть трагичной. Виту хотели утопить, но волей судьбы она оказалась в руках опытного ветеринара Нелли. Она же спасла и пятерых бельчат из парка Победы. Маленьким грузунам нужен круглосуточный уход. Днем они в зоопарке, ночью у Нелли дома. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Принесли их люди с парка Победы. Гнездо там ворон разорили. Принесли их, подобрали, сюда принесли. И вот они у нас находятся на реабилитации. Сиде, скажи, боюсь немножко. Находятся у нас на реабилитации. Кушают сухое молоко. Орешки начали кушать активно уже. Обработаны от всех паразитов. В мае зоопарк превратится буквально в детский сад. Пополнение появилось у кроликов, баранов, обезьян, перепелов и различных птиц. Но это еще не предел. Пернатые высиживают яйца и в скором времени появится несколько десятков птенцов. Карликовая белая лошадь на сносях. Самец косули по кличке Малыш готовится стать отцом в первый раз. Появится потомство и у северных оленей. А вот этот пушистый маленький козленок еще несколько дней назад был в утробе матери. А сейчас бегает неокрепшими ножками по территории зоопарка. Наше потомство началось ранней весной, это в марте месяце. Это были козлики карликовые, это ягнята тоже карликовые. Простые сельхозживотные расплодились с труси, а то у нас вылупились двое. Далее пополнение у нас пришел битый лебедь. Мы его спасли, выходили и уже он на экспозиции. Правда он не может летать. Далее у нас еще прибыли белки, которые с парка Победы на той неделе спасли, выкормили. То есть они в принципе тоже останутся у нас на экспозиции. В зоопарке можно познакомиться с уникальными викуниями, волками, яками, хищными птицами, совами и фазанами. В музее живой природы около 130 видов обитателей. Зверинец активно развивается, строятся новые вольеры для животных. В скором времени появится пруд для южных водоплавающих птиц. Строится вольер для соболя и норки, а также закрытый загон с бронированным стеклом для волков. Мы запустили программу экскурсии сборная. То есть у нас идет запись на каждые выходные сборные экскурсии. Проводится она каждый суббот и воскресенье по записи. Далее мы планируем открыть новую экскурсию программы. Это закулись из зоопарка. И если будет ночной зал, то это еще ночная экскурсия по ночному зоопарку. Руководство зверинца ведет переговоры по приобретению росомахи и тигра. Поэтому в скором времени коллекция животных пополнится. Ульяновский зоопарк находится на верхней террасе в парке 40-летия в ЛКСМ. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Улправда ТВ.